В России зафиксировано резкий рост популярности системы быстрых платежей. Только за третий квартал текущего года ей воспользовалось почти в 20 раз больше граждан страны, чем за весь 2021 год. Роман Быков расскажет, в чем ее смысл и почему жители страны в последнее время полюбили ее особенно сильно. Три года назад в России появилась система быстрых платежей. Ее главная задача максимально упростить, а также удешевить денежные переводы. Причем как для простых граждан, так и для предпринимателей. Перечислить деньги, используя СПБ, можно круглосуточно в любом месте страны. Есть и другие плюсы. Это надежность этой системы, потому что она гарантирована российскими разработками, подтверждена тем, что система работает без боев достаточно продолжительное время. Следующее – это простота ее использования. Не нужно никаких дополнительных устройств, нужно просто приложение. Конечно, не стоит забывать о финансовой составляющей. Простые граждане переводят средства без всякой комиссии, если сумма не превышает 100 тысяч рублей. Для предпринимателей сбор составляет от 0,4% до 0,7% в зависимости от вида деятельности компании. Это в разы меньше, чем берут коммерческие банки. Неудивительно, что популярность СБП растет, причем в последнее время скачкообразна. С начала года сумма платежей и переводов превысила 9 триллионов рублей, в то время как за прошлый год было около 5 триллионов. А с июля по сентябрь 2022-го через СБП расплатились 22 миллиона жителей России. Это 18 раз превышает показатель 2021 года. Это говорит о том, что бизнес распробовал эту систему. Кроме того, Центральный банк внедрил вот эту вот скидку. До 31 декабря 2022 года банки возвращают все комиссии, которые списывались, и бизнесу выгодно минимизировать свои затраты. В ЦБ напоминает, что для настройки в торговой точке или онлайн-магазине оплаты через СБП по QR-коду нужно обратиться в банк, подключенный к системе. Список таких организаций можно найти на сайте системы быстрых платежей.